Овладение лапароскопической техникой для выполнения тотальной мазоректумэктомии или экстраливаторной брюшнопромежностной экскерпации – это новая непростая задача для колоректального хирурга. Достигнутые успехи в онкологических результатах лечения рака прямой кишки позволяют предложить мини-инвазивную хирургию для дальнейшего улучшения качества жизни пациентов. Достаточно мало таких пациентов, у кого не было бы показаний для применения лапароскопического доступа для лечения рака прямой кишки. Самыми оптимальными показаниями являются стадии от Т1 до Т3. При этом лапароскопически можно выполнять как сфинктерсохраняющие операции, так и брюшнопромежностную экстерпацию. Единственным противопоказанием является стадия Т4, то есть фиксация опухоли, так как при этом увеличивается вероятность конверсии. Таким образом, окончательное решение о возможности выполнения лапароскопической резекции должно приниматься на основе данных предоперационной МРТ, которая подтверждает возможность выделения органов в пределах анатомических квоев. Клиники, имеющие достаточный опыт, также упоминают другие преимущества отдаленного послеоперационного периода, такие как снижение вероятности вентральной грыж и тонкокишечной непроходимости. Это может указывать на то, что некоторые преимущества лапароскопической хирургии демонстрируются только опытными бригадами, так как в их руках частота конверсии очень мала. Постепенно накапливаются данные доказательной медицины, которые свидетельствуют, что между открытой и лапароскопической хирургией нет разницы по качеству выделения препарата и онкологическим результатам. Преимущества лапароскопической хирургии в настоящее время продемонстрированы в таких параметрах, как снижение послеоперационной боли, раннее начало кормления и появление стула, уменьшение койка дня и, наконец, улучшение качества жизни как минимум в течение первого месяца после операции. Следовательно, опыт – это важнейший фактор развития лапароскопической хирургии. И первый шаг – это возможность стандартизации хирургического вмешательства, потому что это единственный путь – выполнить целостную операцию по тем же правилам, что и в открытой хирургии. Таким образом, целью данного видео является демонстрация различных этапов операции, которые мы выполняем в нашем отделении в Бардо, Франции. Эта техника разрабатывалась в течение длительного времени. Мне импонирует мысль о том, что большое число коллапрактологических отделений готовы и могут развивать мини-инвазивные технологии. Для выполнения лапароскопической тотальной мазорокной мактонии мы обычно используем пять портов. Первый этап – легирование сосудов. И направление движения не напрямую к артерии, а сначала к вене. Мы дохватываем нижнюю брожейчную вену мягкими зажимами и разделяем небольшие спайки с максимальной частью тощей кишки. Если выделить сначала вену, то можно избежать ошибок в последующем выделении артерии. Таким образом, мы полностью освобождаем вену по задней стенке. Первое преимущество – это возможность сразу же выйти на плоскость диссекции по фасту и тольгу. Второе преимущество – это возможность провести диссекцию по верхней границе нижней брожейчной артерии. Можно продолжать выделение по поверхности пасты и тольга, но нас ограничивает пересеченная нижняя брожейчная артерия. Сейчас время перейти к второму анатомическому ориентирую для того, чтобы облегчить легирование нижней брожейчной сосуды. Наша стратегия легирования сосудов включает две зоны, где даже не очень опытному хирургу очень просто найти анатомические ориентиры. Первым анатомическим ориентиром была нижняя брожейчная вену, мы ее уже выделили. Вторым ориентиром является пресокральное пространство. Чтобы получить хорошую экспозицию пресокральной области, ассистент захватывает и тянет брожейку сегменты кишки-граспером, показывая зону проекции высокой крестца. Зажим хирурга показывает на промонторию, а рассечение брюшины необходимо начинать на 2 см выше него. Цель – выделить верхнюю часть мезоректума, которая одновременно является и дистальной частью нижней брожейчей артерии. Мы рассекаем волосы ангела в мезоректальном слою только для того, чтобы удостовериться, что мы находимся в правильном слое диссекции. Затем мы выполняем диссекцию на протяжении 2 см максимальная по задней поверхности мезоректума, которая одновременно является задней поверхностью системы нижней брожейчей вены. Для того, чтобы еще раз продемонстрировать нашу стратегию, слева – нижняя брожейчая вена, которую мы выделили ранее, а справа – нижняя брожейчая артерия. Наша цель сейчас – соединить эти две области путем проведения горизонтального разреза. Это позволяет выполнить пересечение артерии точно на расстоянии 2 см от аорты. Также среди преимуществ – возможность сохранения симпатических нервов. Они идут от аорты к артерии, которую необходимо выделить. Эту часть диссекции необходимо выполнять очень аккуратным инструментом. Перед любым видом пересечения или легирования артерию необходимо очистить. Для пересечения можно использовать клипсы, шовный материал или современные энергетические инструменты. Важно помнить, что при использовании любых электротермических инструментов брыжейка или артерия не должны быть натянуты. Это поможет избежать неполного их заваривания. Этот электротермический инструмент хорош в использовании, но при правильном применении и при заваривании сосудов, диаметр которых не превышает 7 мм и без поражения атеросклерозом. Следующий этап после легирования артерии – мобилизация брыжейки левой половины ободочной кишки. Ассистент вместе с хирургом натягивают брыжейку вверх и проводят диссекцию по фасции толида. И снова использование этого аккуратного инструмента делает диссекцию очень анатомичной и простой. Мы идем в левую поддошную ямку, сохраняя генитальную вену и левый мочеточник. Преимуществом такого медиального подхода к выделению является хорошая экспозиция слоев к выделению. Таким образом, мы продолжаем диссекцию по фасции толида как можно выше, особенно впереди от почки и вблизи селезеночного изгиба. Во время этого этапа мы сохраняем нижнюю брыжейчную вену, так как она является неким анатомическим ориентиром, показывающим положение поджелудочной железы. Иногда, используя этот задний доступ и сделав отверстие в брыжейке поперечной ободочной кишки, мы можем идентифицировать поджелудочную железу и найти малую сальниковую сумку. Если имеются какие-то сложности, то можно идти впереди от вены. Чтобы лучше понять анатомию, нужно осмотреть операционное поле, как сзади, так и спереди от вены. Окончательная диссекция терминального отдела нижней брыжейчной вены позволяет хорошо идентифицировать поджелудочную железу. А это, в свою очередь, гарантирует безопасное вхождение в малую сальниковую сумку и проведение диссекции спереди от поджелудочной железы. В зависимости от экспозиции во время диссекции, вы можете продолжить выделение поджелудочной железы без пересечения нижней брыжейчной вены или после того, как пересечется вену. Полное выделение поджелудочной железы по передней поверхности позволяет провести тотальную мобилизацию брыжейки поперечно-ободочной кишки. А это очень важно для создания очень низкого анастомоза без натяжения. Нижняя брыжейчная вена пересекается в непосредственной близости от поджелудочной железы после того, как мы убедились в том, что в зону регирования не попадает краевой сосуд. Другой вариант – пересечь вену на 5 см ниже поджелудочной железы. На этом медиальное выделение заканчивается. Сейчас мы хотим убедиться, что поджелудочная железа выделена и диссекция проведена до стенки ободочной кишки. Выполнение продемонстрированных этапов с медиальной стороны значительно облегчает последний этап – мобилизацию селезеночного изгиба. Последний этап первой части операции – это латеральная мобилизация ободочной кишки. Ассистент отводит сигмовидную кишку вправо, и вдоль левого края сигмовидной кишки производится разрез брюшины. Просечение брюшины продолжается вдоль нисходящей ободочной кишки и заканчивается на уровне селезеночного изгиба. Разделяются последние спайсы между кишкой и между большим сальником. Так как большая часть диссекции была выполнена с медиальной стороны, то в большинстве случаев латеральное выделение кишки обычно не заставляет труда и не занимает много времени. Тазовая часть операции начинается с создания экспозиции прямой кишки. Ассистент тянет прямую кишку вверх, после чего хирург должен найти анатомические ориентиры. Правый гипогастральный нерв, а здесь мысль крестца. Первый этап лапароскопической тотальной эзерептоматомии – это диссекция по задней стенке. Диссекция начинается точно на 2 см впереди от промоториума. Сначала плоскость медиали лежит более медиально, затем латерально. Необходимо использовать аккуратный инструмент и диссекцию проводить миллиметр за миллиметром, чтобы оставаться в правильной плоскости. Обычно плоскость диссекции проводит между поверхностью медиаректа и тазовой фасции. На этой картинке мазаректум спереди и более желтого цвета, а тазовая фасция находится к заднюю и более серого цвета. Это может помочь вам объективную диссекцию. Также значительно облегчает диссекцию создание хорошего натяжения тканей. Лапароскопический доступ обеспечивает оптимальную визуализацию анатомических структур, особенно во время выделения по задней стенке прямой тишки, где нет сосудов. Во время лапароскопической хирургии цель оптимизировать экспозицию, поэтому во время выделения по задней стенке хирург должен продолжать диссекцию как можно меньше до уровня мышц леватера. Второй этап потальной мазаректум эктомии – выделение по правой боковой стенке. И снова необходимо сохранить правый гипогастральный нерв. Во время выделения правой боковой стенки могут применяться две стратегии – либо сначала рассечь брюшину, либо начать диссекцию с ним. Преимущество медиальной диссекции – возможность продолжить диссекцию слоем, созданным при выделении кишки по задней стенке. Необходимо идентифицировать мезоректум и нервы, точно так же, как в открытой хирургии, как было описано Билл Хилдом. Нужно продвигаться очень медленно и аккуратно, применяя диссекционный инструмент. Другой вариант – сразу же рассечь брюшину справа от прямой кишки. Ассистент оттягивает прямую кишку влево, а также создает контртракцию. Вы можете также улучшить экспозицию, если дополнительно оттянете прямую кишку влево. Затем выполняется распис брюшины, сразу выше гипогастрального нерва, который мы идентифицировали ранее. Мы используем следующую стратегию. Если вы будете следовать типогастральному нерву, вы придете к тазовому нервному сплетению и сможете сохранить его. Тазовое сплетение – это треугольное образование размером от 2 до 3 см, которое находится на боковой стенке таза. Оно достаточно плотное и блесок света. Противоположность ему – мазареттом имеет желтый цвет, и более мягкое. Сейчас вы видите правый семенной пузырек, который находится ровно на 20 см выше тазового сплетения. Сейчас наша цель – отделить мазареттом от тазового нервного сплетения. Для этого необходимо разделить определенные соединительные тканные спайки, которые содержат нервные волокна и верхние сосуды, идущие от бокового стенка таза к прямой кишке. Следующий этап – выделение правого семенного пузырька. Разрез брюшины выполняется на 2 см выше дугласового кармана. Затем правый семенный пузырек отделяется от передней поверхности мазареттом. Чтобы оптимизировать данный этап операции, необходимо следить за тщательным демостазом. А также создавать хорошую тракцию и контртракцию ткани. Для отсидения прямой кишки лучше применять прием надавливания инструментом, но не захватывание ее зажимом. Чтобы не повредить мазареттальную форму, после диссекции семенных пузырьков необходимо продолжить выделение боковой стенки снизу. На данном этапе операции мы видим правый семенный пузырек, правое нервное сплетение, а теперь еще и сакральный или эригентный нерв. Хирург должен отделить мазареттум от сакрального нерва. После окончания выделения прямой кишки по правой стенке, можно еще раз проверить анатомический ориентир. Мы с крестцем, правый гипогастральный нерв, сакральный или эригентный нерв и тазовый нервный сплетение. Во время этого операльной и дистальной диссекции, у некоторых пациентов даже после лучевой терапии можно хорошо видеть третий и четвертый сакральный нервы. На этом уровне очень важно аккуратно разделять ткани, так как здесь имеются некоторые сращения между мазареттумом и нервами. Для выполнения радикальной операции необходимо сохранить целостность мазаретту, а не убежденные нервы являются залогом предотвращения эректильной дисфункции. После завершения мобилизации кишки по правой полуокружности выполняется такая же диссекция слева. Идентифицируется левый гипогастральный нерв, мазареттум выделяется от левого фразового сплетения и левого семенного поведения. Таким образом, последним этапом лапароскопической тотальной мазареттумомтомии пытается выделение передней стенки кишки. Необходимо создать хорошую экспозицию операционного поля либо с помощью стандартных инструментов, либо специальным ретрактором, заведенным через порт надлобковой. На этом этапе, если это не было выполнено ранее, необходимо полностью выделить оба семенных пузырька. Плоскость диссекции должна проходить как можно ближе к семенным пузырькам, для того чтобы сохранить целостность передней части мазареттальной клетчатки, которая на этом уровне достаточно тонкая и легко повреждается. Для этого этапа диссекции очень хорошо использовать аккуратный электроферрутический инструмент. Затем диссекция продолжается в листальной направлении международных пузырьков и вдоль предстательной железы. Необходимо очень тщательно выполнять диссекцию, чтобы оставаться в анатомическом слое и сохранить целостность передней части мазареттальной клетчатки и фасции динамвилья, и выделить их единым блоком, что является залогом радикальной лапароскопической тотальной мазаректомектомией. После того, как прямая кишка полностью выделена, необходимо ее пересечь. Для облегчения этого маневра можно надавить на промежность пациента сам уже. Прямая кишка пересекается вертикальным направлением степлером, заведенным через порт в надлобковой области. Для излечения препарата выполняется 5-сантиметровый разрез в надлобковой области. Во время этого этапа необходимо использовать отграничительные раны для того, чтобы уменьшить периск раневые инфекции и рецидивирование опыта. После пересечения и удаления кишки в проксимальную пульсу заводится головка от циркулярного сшивающего аппарата и кишка погружается в брюшную полость. Затем формируется аппаратный колоректальный анастомоз под контролем лапароскопии. Состоятельность анастомоза подтверждается наличием неповрежденных целых колец, оставшихся в сшивающем аппарате, а также трансональной воздушной пробой. При очень низком раке прямой кишки формирование аппаратного анастомоза часто бывает практически невозможным, особенно при выполнении лапароскопической операции. Другой альтернативой является ручной колоанальный анастомоз. Для некоторых низких опытов, особенно у мужчин, ручной колоанальный анастомоз является более безопасным, чем степлерный, при котором могут быть положительные края резекции и худшие условия для заживления линии анастомоза. Лапароскопическая резекция прямой кишки с колоанальным анастомозом может быть выполнена как полностью лапароскопическим, так и с промежностным этапом. Во время промежностного этапа мы применяем ретрактор Lone Star для создания хорошей спозиции анального канала. Затем стенка кишки пересекается полностью, и кишка выделяется в направлении снизу вверх вдоль мышц леватора. Дисекция выполняется сначала по задней стенке, затем по боковой и заканчивается по передней стенке. В случае интерсфинктерной реекции при очень низком раке происходит удаление внутреннего сфинктера, и вы можете видеть на уровне ножниц наружный анальный сфинктер. При повреждении простатического или кавернозных сплетений может быть сплетений, может быть после завершения промежностного этапа выделения прямой кишки ее просвет закрывается, чтобы избежать диссеминации опухолевых клеток. В самом начале промежностного этапа мы сразу устанавливаем в просвет кишки салфетку для того, чтобы уменьшить вероятность опухолевой диссеминации. Выделение прямой кишки со стороны промежности необходимо продолжить далее вверх, так как мобилизация дистальной части мазоректом со стороны дышной полости при лапароскопии бывает достаточно сложной. Кроме того, мы не имеем возможности помочь себе руками со стороны дышной полости. Таким образом, дистальная мобилизация прямой кишки должна быть выполнена на протяжении 8 см до соединения с мазоректальной плоскостью выделения. Длина дистальной части мобилизированной прямой кишки у мужчин обычно больше, чем у женщин. Препарат прямой кишки удаляется трансланально, а также часть ободочной кишки с брыжейкой, которые были выделены ранее во время лапароскопической части операции. Мы проверяем качество мазоректу. Затем пересекаем ободочную кишку линейным степпером. Затем ободочная кишка опять втягивается в полость малого таза. Лапароскопическая камера позволяет еще раз проверить операционное поле. Здесь мы видим зубчатую линию, наружный сфинктер. В данном случае часть внутреннего сфинктера была удалена. И последний этап – это формирование колоанального анастомоза. Мы делаем разрез кишки в 6 см от ушитой кульки. Этим образом получается резервуар. После формирования отверстия мы отдельными швами фиксируем кишку к анальному каналу в 4 квадрантах. Таким образом формируется ручной полоанальный анастомоз. Анастомозис выполнен. Устанавливается дренаж в пресакральное пространство. И при каждой тотальной ладоректомектонии в нашей клинике, согласно французской национальным рекомендациям, формируется бруствольная илиостома. Петлевая илиостома формируется лапароскопически. Сначала мы создаем небольшое отверстие брыжейки кишки в 20 см от илеоцикального угла. Это позволяет нам вытянуть петлю кишки через отверстие в передней брюшной стенке в месте стояния лапарапорта правой подвижной области. И перед тем, как сформировать стому, необходимо уложить все петли тонкой кишки перед ободочной кишкой, чтобы избежать тонкокишечными проходивочками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...